всем здорова когда я был маленький мне было годика наверно полтора или даже почти два я практически не разговаривал я все время молчал все со мной было нормально причем как бы у меня есть старший брат старший брат он сейчас наоборот такой молчаливый а он был очень активный в детстве а я допустим был наоборот сейчас я активный раньше был молчаливый и получается что вот бабушка жила далеко я себе играл спокойно там что-то машинки молча и тут в один прекрасный момент приехала бабушка мамина мама и говорит слушай но она вставила всем люлей она гадача за фигня чего у вас молчит он не должен молчать давайте ведите к врачу меня привели к врачу врач меня посмотрел и сказал что у него там на языке есть какая-то уздечка связать чуть-чуть прирост и он сейчас мы ее подрежем все проблем не будет но потом вы его просто не заткнуть он у вас будет петь матом ругаться и так далее так и произошло мне когда-то подрезали эту уздечку и с тех пор это следствие в тата работа сейчас чем я занимаюсь от нами следствие того происшествия все в жизни не случайно и все жизни не просто так как-то так чему история про уздечку тут люди постоянно спрашивают какие-то фишки какие-то техники что-то еще общение мужчины и женщины это естественный процесс ну у животных как-то они там не сидят не думают кошку от кошки не думать так как подойти что сказать то есть и так далее в принципе это нормально размножаться заниматься сексом любить друг друга находить себе человека по душе а не какого-то которого прислала просто судьба или приплыл по течению рожать детей создавать семью ну то есть как вот это все это очень круто это нормально это все что естественно то не безобразно как говорится и это не должно вызывать каких-то проблем это не должно заставлять тебя выдумать какие-то легенды какие-то специальные технологии фишки и суть моего учения в том чтобы упростить процесс общения у каждого из вас почему история про уздечку у каждого из вас уже есть встроенный механизм природные общения с женщинами вы это все умеете можете вы просто об этом не знаете и суть такая что это не какие-то фишки это не какие-то технологии не надо быть не самим собой задача моей программы моей системы моих тренингов скажем так подрезать вот эту вашу уздечку то есть сделать так чтобы вы то что у вас уже есть просто взяли и активировали так это и должно работать я смотрю вот просто на эти всяких колоедов которые называют себя тренерами я удивляюсь причем удивляюсь наивности тех людей которые слушают это и верят в это просто может быть кто-то из них не знает обо мне или что-то еще то есть какие-то схемы там один красит ногти в черный цвет просто это чё за дичь вообще может стринги начать носить уже другой там какие-то легенды предлагает сочинять про себя третий там что-то как-то привлекать внимание зачем как ваши родители поженились родили вас неужели вы думаете что они прибегали к этой херне и я утверждаю абсолютно точно что каждый мужчина запрограммирован уже на то чтобы эффективно нормально легко привычно комфортно как почистить зубы как поесть не знаю как позвонить другу так может общаться с женщинами это проверено годами моего опыта и опыта моих учеников это как на велике я реально верю в то что каждый мужчина каждый человек в него вложена способность ездить на велосипеде и вложена способность плавать ну плавать там есть больше страхов причем каких-то там допустим что касается меня у меня есть страх воды то есть у меня есть страх глубины реально я боюсь плавать но я хорошо плаваю я сейчас хожу с тренером занимаюсь и уже достаточно давно то есть как бы ну я плаваю можно сказать практически профессионально но если меня оставить даже в этом большом 50 метровом бассейне вечером одного выключить там свет приглушить и никого не будет я буду себя чувствовать некомфортно если я купаюсь в море допустим вот есть этот некий line-up как серферы называют да то есть какая-то линия откуда ты стартуешь если дальше на line-up и есть какие-то люди я себя чувствую хотя они могут не рядом со мной плавать а где-то далеко я себя чувствую комфортно не знаю почему как только я понимаю что я на line-up и дальше всех мне сразу хочется куда-то отплыть и такой какой-то ну страх с которым я так ничего не смог сделать но так или иначе он не мешает мне плавать и купаться или если я наступлю в речке в такое или стоит но или песчаная такой с травой я испытываю какой дискомфорт не то чтобы нет кажется что меня кто-то утащит у меня есть непонятный страх хотя я себе вполне логично его объясняю моя мама она в детстве чуть не утонула ее прямо натонула и и спас ее одноклассник вытащил там чуть ли не за волосы уже все и наверное на каком-то генном уровне как вот работают эти расстановки по хеллингеру вся эта херня мне передался этот страх может быть так но как бы тем не менее это не мешает мне плавать и если там мы поплывем куда-то на лодке пойдем на корабле то есть если все что-то перевернется я точно знаю что я выживу в океане там выплыву куда-то не знаю доплыву до какого-то острова если он будет недалеко вот так вот то же самое с великом то есть я считаю что каждый может научиться у каждого уже это встроено для этого нужно просто сесть на этот велик и несколько раз нануться с него конечно же как без этого кто же не падал с велика в детстве но так или иначе раз-два-три у вас раз-раз-раз получился вы уже поехали и потом это уже на автомате то есть вы уже будете уметь это делать здесь тоже самое я считаю что каждый мужчина уже имеет в себе талант именно талант именно способность общения с женщинами просто нужно чтобы тебе кто-то помог этому научиться но здесь больше как ни странно на велике больнее но здесь больше дискомфорта и у меня есть технология которая проверена тысячами моих учеников как тебя да тебя быстро из одной точки где ты не умеешь на этом велике кататься до или с женщинами общаться телепортировать в ту точку где ты научишься но там действительно придется как бы что-то делать да но там это описано таким образом чтобы для тебя это было максимально комфортно жизнь постоянно дает вам возможности которые нужно и споль за вать